Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами будем разбирать модуль второй под буковкой C «Banished» – «Исчезнувший». Итак, смотрите, у нас первое задание «Reading and listening» – «Чтение и аудирование». Давайте попробуем с вами прочитать, перевести текст и выполнить все оставшиеся задания. В одну субботу прошлой зимой мои лучшие друзья Эми, Мария, Грег, Энди и я решили провести выходной в большом старом доме моего дяди в деревне. It was stormy outside, so we decided to spend a cozy evening chatting together in the living room downstairs. На улице был сильный ветер, и мы решили провести уютный вечер, болтая вместе в гостиной внизу. Suddenly there was a powerful gust of the wind. Вдруг был сильный порыв ветра. The lights flickered, and then went out altogether. What was that, I said? Don't worry, John, it's just a power cut. Значит, паров ветра, свет мигал, и затем весь выключился. Что это? Я спросил. Не волнуйся, Джон. Это просто отключение электричества. Грег reassured me. Убедил, разбедил меня Грег. We carried on laughing and telling scary stories in the dark. Мы продолжали смеяться и рассказывать страшные истории в темноте. After a while, there was a bright flash of lightning that lit up the whole room. Через какое-то время была яркая вспышка молнии, которая осветила всю комнату. There was a loud gasp. И кто-то громко ахнул. And he's missing, Amy cried. Ильгасп вздохнул. Итак, нет, Энди, закричала Эмми. We all looked at each other confused and scared, because no one had seen Энди leave the room. Мы все посмотрели на друг друга с затруднениями и испуганные, потому что никто не видел, как Энди покинул комнату. We felt our way around the house, calling Энди, but there was no reply. То есть мы пошли по дому, зовя Энди, но ответа не было. Мы пошли обратно в гостиную и попытались подумать, что делать дальше. Just then, there was a loud snow from the corner of the room. И затем был громкий храп из угла комнаты. At the moment, the lights came back on. На момент свет появился снова. There was Энди fast asleep on a big velvet sofa. Там был Энди, уснувший на большой вельветовой софе. Энди sat up sleepily, rubbing his eyes. Энди сел сонно, потирая свои глаза. Oh, God, the lights are back on. О, свет снова появился, он сказал. He said, I was sleepy and felt like a snooze. I didn't want anyone to trip over me, so I crawled over here. Я не хотел, чтобы кто-нибудь споткнулся от меня, поэтому я забрался сюда. We were all very relieved. Мы все почувствовали облегчение. И это написал Джон, ему 13 лет. Итак, ребята. Итак, ребята. Послушайте и соедините звуки с первой по десятой со словами А и Джи. Which of these sounds are made by people? Какие из этих звуков сделаны людьми? Итак, ребята. Давайте я вам сразу скажу правильные ответы, какие должны быть под буковкой А. Это 8. Далее 6. И мы сейчас с вами их переведем. Далее C – это 9. Далее D – это 5. И это 10. A, B, C, D, E. Перейдем к второму столбику. Значит, 7. G – 4. H – 3. Так, 3. Ай – 1. 2. То есть это что касается аудирования. И давайте разберем, что это за звуки. Так. Сай – вздыхать. Сно – храпеть. Край – плакать. Гэсп. Ну, это издавать какой-то, может быть, в… Это как бы ахнуть, ахнуть. Love – смеяться. Chat – болтать. Storm – это как шуметь. Шум – сильный ветер. Да, имеется в виду gust of wind. Порыв ветра. Whisper – шёпот. Ион – зевнуть. Далее, ребята. Под B смотрим. Which of the words above can be both nouns and verbs? Какие из слов выше могут быть существительными и глаголами? Ребята, посмотрите, пожалуйста, вот сюда, как я вам написала. A sigh to sigh, a chat to chat, snow to snow. Практически все из этих слов могут быть… То есть вы видите все те слова, которые могут быть и глаголами, и существительными. Далее, ребята, задание C. Look at the pictures. Посмотрите на картинки. Can you tell the story? Вы можете рассказать историю? Read, listen and check. Прочитайте, послушайте, проверьте. Is it a literally work or a true story? Это литературная работа или настоящая история? Ну, ребята, мы с вами уже историю прочитали. Да, она похожа на настоящую. На настоящую. И второе, ребята. Read again and answer the questions. Прочитайте снова и ответьте на вопросы. Давайте попробуем. Итак, вопрос первый. Where were the children? Где были дети? Ребята, вот первый ответ. At John's uncle house in the country. Деревня в доме дяди Джона. Второе. What was the weather like? Какой была погода? It was stormy. Был сильный ветер. Третье. What happened to Andy? Что случилось с Энди? Andy was missing. Энди потеряли. Четвертое. How did the children feel? Как чувствовали себя по этому поводу дети? The children were confused and scared. Отвечаем словами из текста. Дети были в замешательстве и испуганы. Пятое. What happened when the lights came back on? Что случилось, когда свет снова вернулся? И ответ. They found Andy asleep behind the sofa. Они нашли Энди спящим за диваном. Behind the sofa. Нет. Ребята, что-то извините, я тут перепутала. On a sofa. On a sofa. Итак, далее, ребята, под буковкой B. Explain the words in bold. Объясните слова, выделенные жирным шрифтом. Итак, powerful. Властный. Да? Властный. Далее. Ребята, давайте сделаем так. Посмотрите. Вот я вам написала, что эти слова обозначают. Cozy. Уютный. Warm and comfortable. Powerful. Властный. Very strong. Went out. Switched off. Power cut. Ну, when a stoppage of electricity supply. Confused. Didn't know what was happening. Так, ну, power cut, отключение электроэнергии, затруднение. Fast sleep in a deep sleep. В глубоком сне. Fast sleep evolved. Вот, ну, это материал. Материал. Ребята, а между тем, обязательно подпишитесь на мой канал, если он вам помогает. Не пожалеете. Также лайка и колокольчик. Итак, game. Ребята, chain story. Play in teams. Continue the story. Start like this. История, как бы, цепи. Играйте в командах. Играйте в командах. Продолжите историю, которая начинается так. John put on his coat, got his bag and left home. Джон одел пальто, взял свою сумку и вышел из дома. Итак, и каждая из команды продолжает по предложению. То есть, команда первая. He walked down the street. Он пошел вниз по улице. Ребята, это задание вы выполните в классе, поэтому давайте перейдем к следующему. Study skills. Sequence of events. Навыки. Учение, последовательность событий. Итак, before you write your story, decide the main character and the events. Перед тем, как вы начнете писать свою историю, решите про главных героев и события. Write the events in the order they happened. Опишите события в том порядке, в котором они произошли. This helps the reader follow your story more easily. Это поможет читателю понять вашу историю более легко. И, ребята, следующее задание третье – это портфолио. Your school magazine is holding an adventure humorous mystery story competition. Ваш школьный журнал проводит соревнования по истории. Приключенческое, эмористическое, мистическое. Итак, или мистическое. Write your story. Напишите историю. About 100 words. Think about. Около 100 слов. Подумайте над. Над characters, героями. Place. Местом. Временем. Event in order. С событием по порядку. Climax event. Самое ключевое событие. И feelings. Чувства. Ребята, давайте попробуем. Итак, ребята. История просто ради истории. Как не очень внятный, понятный у меня сюжет. Как бы из меня не очень хороший автор. Но давайте попробуем. Итог. Итак. It was a warm early spring day and Mary and Kate decided to go for a short walk in the garden. Был ранний, осенний день. Mary и Kate решили пойти на короткую прогулку по саду. After a while, they heard a strange noise, so they stopped to find out what was it. Спустя какое-то время они услышали странный звук и решили выяснить, что это. The girls understood that the noise came from a little hill behind a tree. Девочки поняли, что шум исходил из маленького холма за деревом. When the girls got closer, they realized there was a den. Когда девочки подошли ближе, они поняли, что там была берлога. Then they heard a loud growl coming from the den. Затем они услышали громкое рычание, которое исходило из берлоги. Mary wanted to look inside, but they got really afraid and ran back to their house. Mary хотела посмотреть вовнутрь, но они были сильно испоганы и побежали обратно домой. When they told everything to their parents, everyone was shocked and scared. Когда они рассказали всё своим родителям, все были в шоке и испуганы. No one knew what to do. Никто не знал, что делать. Ребята, и вы можете на этом закончить историю или придумать своё продолжение. То есть продолжение будет в том, например, был ли там медведь или не было там медведя. Подумайте. А теперь мы с вами переходим к следующему, к следующей части учебника, которая называется Culture Corner – культурный уголок. Итак, ребята. Reason and listening – чтение и аудирование. Listen to the music which country does it remind you of. How do you think it is related to the title of the text? Послушайте музыку. О какой стране она вам напоминает? Как вы думаете, она соотносится с названием текста? Итак, the gift of storytelling – подарок. Дар, как бы, рассказы, рассказы историй. Итак, второе. Look at the pictures and read the quote. Посмотрите на картинку и прочитайте цитаты. Цитату. What might the text be about? О чём может быть текст? Listen, read and check. Послушайте, прочитайте и проверьте. И, то есть, ребята, здесь нам нужно будет читать с вами текст и затем ответить на вопросы по нему. Итак, a story should be told eye to eye, mind to mind, heart to heart. История должна быть рассказана с глазу на глаз, от ума к кому, от сердца к сердцу. Стэнли Робертсон, как бы, рассказчик историй. Итак, давайте попробуем перевести. Perhaps the best way to spend a cold winter night in Ireland is to sit in front of the fire and enjoy the company of a Shonhai, a storyteller. А, возможно, лучший способ провести холодный и зимний вечер в Ирландии. Ребята, night иногда как просто поздний вечер переводится, да? Это сидеть перед камином и наслаждаться компанией. Слово, смотрите, какое. В Ирландии есть много историй, которые можно рассказать, и они принадлежат двум группам, мифам и легендам, или народным сказкам. Через годы люди передают истории, формируя большую традицию. Итак, мифы и легенды – это истории о гигантах, святых, воинах и королях. Это сказки о героях, которые преодолевают какие-то большие обстоятельства, трудности, борются с магическими, волшебными чудовищами и имеют невероятные приключения. Одна такая легенда – это история благородного чемпиона Финна Маккамхалла и его группа воинов Фиана, которые защищали высших королей Ирландии. То есть королей Ирландии. Далее, ребята. Народные сказки развлекают людей, в то время как и еще учат их моральным ценностям. Эти истории имеют самых необычных героев – фей, эльфов, лепреконов и других. Лепрекон – это один из самых популярных героев в Ирландском фольклоре. Так, его имя означает «маленькое тело». Это вид феи, феи какого-то волшебства, который делает туфли и прячет сокровище, значит, горшок, наполненный золотом. Если ты его поймаешь, он должен тебе сказать секретное место своих сокровищ сейчас же. Но будь аккуратным. Он попытается тебя обхитрить, чтобы ты посмотрел в другую сторону на секунду и затем исчезнет. Итак, ребята, перейдем к заданиям под буквкой B. Read the text again and answer the following questions. Прочитайте текст снова и ответьте на следующие вопросы. Давайте прочитаем вопросы, потом я дам вам на них ответы. What do Shanghai's do? Что делают сказочники? What are the two types of stories people tell in Ireland? Какие два вида историй люди рассказывают в Ирландии? What are these myths, legends about? О чем эти мифы и легенды? What characters do you find in Irish fog tales? Каких героев вы находите в ирландских фольклорных сказках? Ребята, и посмотрите. Shonakai's tell stories. Сказочники рассказывают истории. Myths and legends and fog tales. Это ответ на второй вопрос про сказки Ирландии. О чем они? They're about giants, saints, warriors and kings. О гигантах, святых, воинах и королях. И четвертый. There is elves, leprechauns and moe. Кто герои сказок? Да, ребята, а теперь перейдем к следующему заданию. А между тем, пожалуйста, обязательно подпишитесь, если мой канал помогает вам. И вообще вам удачи. Надеюсь, у вас все хорошо получается в школе. Итак, третье. Find the adjectives the author uses for. Найдите прилагательные, которые автор использует для этих слов. Explain the words in bold. Объясните слова, выделенные жирным шрифтом. Итак, ребята, давайте посмотрим прилагательные. Beasts. Magical. Чудовище, да? Champion. Чемпион. Noble. Благородный. Values. Ценности. Moral. Моральные. Characters. Герои. Unusual. Popular. Необычные. Популярные. Adventures. Приключения. Incredible. Невероятные. Obstacles. Обстоятельства, препятствия. Great. Далее location. Местность. Secret. Место. Секретные. Итак, и слова, выделенные жирным шрифтом. Tradition. Традиция. A practice that has existed for a long time. Практика какая-то, которая существовала долгое время. Saints. Святые. People who have been honored by the Christian church for being an example to others. То есть, пример крестьянской церкви для других. Да? Warriors. Воины. Very good soldiers. Очень хорошие солдаты. Fighters. Борцы. Overcome. Преодолевать. Survive something difficult. Выживать в чем-то трудном. E-champion. A person who wins competitions. Человек, который выигрывает в соревнования. Далее, ребята, смотрим. What information does the text give about? Какую информацию дает текст о вот этих вот людях? Вы посмотрите в текст, и я думаю, вы можете прочитать оттуда абзац. Ребята, и последнее, пятое задание. Work in groups. Работа в группах. Think of a popular frog tale in your country. Подумайте о популярной народной сказке в вашей стране. Tell another group. Скажите другой группе. What is it about? О чем она? Who are the main characters? Кто главные герои? What happens in the story? Что в истории происходит? What moral values does the text suggest? Какие моральные ценности предполагает текст? Итак, ребята. Write a short version of it for an international English magazine. Напишите короткую версию сказки для международного английского журнала. Итак, ребята, давайте прочитаем примерную сказку, рассказ, который мы могли бы написать. Итак, once upon a time an old man planted a turnip. It grew, grew until it was enormous. Однажды, как бы старик посадил репку. Она росла, росла и выросла огромной. Ну, все догадались о чем эта сказка, да? When it was the time to pull the turnip up, the old man couldn't do, couldn't do, вот тут ребята поем, eat, and ask his wife to help him. То есть, когда пришло время вытаскивать репку, старик не смог сделать это, ребята, вы учились, что это описание вкратце, да? Они не смогли вытащить репку вместе, и затем они попросили свою внучку, и затем собаку и кошку. Still, they couldn't pull the turnip, и все равно они не смогли вытащить репку. Only when they asked a mouse to help them, they managed to pull the turnip up. И только когда они попросили мышку, им удалось вытащить репку. This fairy tale teaches us that even little help matters. Эта сказка учит нас тому, что значение имеет даже самая маленькая помощь. Итак, ребята, а теперь мы переходим с вами к следующей части, которая называется English in Use. И давайте посмотрим на упражнение первое, Reading and Listening, чтение и аудирование. Итак, послушайте и повторите. You'll never guess what happened to me. Ты никогда не угадаешь, что со мной произошло. What is it? Что это? You look a little upset. Ты выглядишь немного расстроенным. I had quite a shock. У меня был шок. What on earth was it? Что это было? Oh my goodness! What was going on? Что происходит? Oh dear, дорогой! Итак, ребята, the sentences in exercise 1 A are from a dialogue between two friends. Предложение в упражнении первым из диалога между двумя друзьями. Read the first two exchanges and look at the picture. Прочитайте первые две реплики, то есть две фразы обмена репликами и посмотрите на картинку. What do you think happened to Penny? Что вы думаете произошло с Penny? Listen and check. Прочитайте, послушайте и проверите. Далее, ребята. Read the dialogue and list the events in the order they happened. Прочитайте диалог и сделайте список событий в том порядке, в котором они произошли. Check with your partner. Проверьте со своим партнером. Давайте попробуем, ребята. Итак, Hi, Penny. Hi, John. You'll never guess what happened to me. Привет, Penny. Привет, John. Ты никогда не догадаешься, что со мной произошло. What is it? You look a little upset. Нет, что это? Ты выглядишь немного расстроенной. Oh, dear. I had quite a shock. Дорогой, у меня был шок. Really? Why? Действительно? Почему? I was at the zoo when I heard people shouting and screaming. Я была в зоопарке, когда увидела, что... Когда услышала людей, которые кричат и визжат. What on earth was it? Что это было? Everyone around was around the fountain, and they all look really scared. Все были вокруг фонтана, и они все выглядели действительно испугными. Oh, my goodness. What was going on? Боже, что произошло? Did someone fall in the water? Кто-то упал в воду? Not someone, but something. Не кто-то, а что-то. There was a long orange snake with black stripes swimming around in it. Там была длинная оранжевая змея с черными полосками, плавающая вокруг. Oh, dear. Was anyone hurt? О, дорогая, кому-нибудь был нанесен ущерб? No. The guards caught it quickly and put it back into its cage. Нет. Охранники поймали ее быстро и отправили обратно в клетку. Well, well, well. You don't see that every day, do you? Хорошо, 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 но ты не видишь такое каждый день? No, you certainly don't. Конечно, нет. Итак, ребята, задание. Давайте перейдем к третьему заданию. А между тем, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на мой канал, если он вам помогает и вообще, чтобы не потеряться. Итак, и третье задание – это портфолио. You meet your English friend in the street. Ты встречаешь своего английского друга на улице? Tell him, hear about something unusual that happened to you the previous day. Расскажи ей что-то необычное, что случилось с тобой в предыдущий день. Use the sentences, phrases from exercise one. Используйте фразы-упражнения, вот эти вот ребята, ой, предложения, извините, из упражнения первого. To act out your dialogue, чтобы разыграть диалог. Record yourself. Запишите себя. Давайте попробуем. Итак, ребята, и краткий диалог, который можно было бы написать. Смотрим. Hi, John. Hi, Kate. You'll never guess what happened to me yesterday. What is it? You look quite happy. Так, и уберем. Oh, dear. I had quite a shock. Really? Why? I found 5,000 troubles in my postbox yesterday. Yesterday. Oh, my goodness. That's surprising. Так, ребята. That's surprising. Who could leave them there? Итак, ребята, и перевод. Привет, John. Привет, Kate. Ты никогда не угадаешь, что произошло со мной вчера. Что это? Ты выглядишь очень счастливым. Дорогая, у меня был шок. Да, почему? Я нашел 5,000 рублей в моем почтовом ящике вчера. О, боже, вот это сюрприз. Кто мог их там оставить? Ну, ребята, вы можете придумать что-то свое, да? Если у вас лучше работает соображалка. У меня вот как-то так. И перейдем к четвертому упражнению. Pronunciation. Произношение. На этот раз у нас долгое «и», звук долгий «и» и «ear». Listen and tick. Послушайте и отметьте галочкой. Listen and repeat. Послушайте и повторите. Can you think of more words with these sounds? Вы можете придумать еще слова с этими звуками. Итак, ребята, правила чтения. Смотрите. И, двойная, и, double, и, и, а, они читаются как долгое «и». Например, «ми», но имеется в виду, если буква «и» одиночная на конце. «Ми», «си», «бид», «и». И, ребята, значит, такие буквосочетания, как «и», «р», «и», «дабл», «и», «ар», в общем, «и», «эй», «ар» читаются как «и». Посмотрите на слова «hear», «bear», «beard». Итак, ребята, смотрим. «Ми», долгий звук «и», «мэ», это звук «и», «р», «би», долгий звук «и», «бир», «бир», «бир» – это «ир», «ни» – это тоже долгий звук «и», «нир» – это как «бир», «ир». Хорошо, ребята, на этом все, что касается данного раздела «English in youth», и мы с вами переходим к следующему разделу «Extensive reading literature – литература across the curriculum». Итак, ребята, давайте перейдем, значит, к «extensive reading» across the curriculum, читаем. Oscar Wilde, 1854-1900, was a popular Irish poet, novelist, and dramatist. His most famous works include The Picture of Dorian Gray, The Importance of Being Earnest, as well as some excellent short stories like The Carnival Ghost. Значит, Oscar Wilde родился с такого-то по такой год, был известным ирландским поэтом, новеллистом и драматургом. Его самые известные работы включают картины Дориана Грея «Как важно быть серьезным», так же, как несколько коротких историй, такие как «Контервильское привидение». Это история об американском пасле и его семье, которые покупают дом, несмотря на то, что местные жители предупреждали их, что в нем живут привидения. After several incidents, the Otis family began to notice the Carnival Ghost. После нескольких инцидентов семья Otis начинает замечать «Контервильское привидение». Итак, ребята, who was Oscar Wilde? Read text A to find out, кто был Oscar Wilde. Прочитайте текст под буковкой A, чтобы выяснить. Ну и так, я думаю, что всем известно, что он был ирландским известным поэтом. Итак, reading and listening. Read the title of the story and listen to the sounds. What do you think happens in this extract? Прочитайте название истории и послушайте звуки. Что вы думаете происходит в этом отрывке? Listen, read and check. Прочитайте, послушайте, прочитайте и проверьте. Итак, ребята, давайте начнем. Oscar Wilde, the Carnival Ghost. When Mr. Hiram, the Otis, the American ambassador, bought Carnival Chase, everyone told him it was a very foolish thing to do, as the place was haunted. Когда Mr. Hiram, B. Otis, американский посол, купил контрвильский чейс, все говорили ему о том, что это была очень глупая вещь, что он сделал очень глупую вещь, так как это место было наполнено привидениями. Ребята, haunted – это как-то… Ну, это охотиться, не вышла охота, но в данном случае это наполнено привидениями. At 11 o'clock the family went to bed, and by half-past all the lights were out. В 11 часов семья ложилась спать, но в половине, через полчаса, весь свет горел. Sometime after Mr. Otis woke up because of a noise outside his room. Иногда, какое-то время позднее, Mr. Otis просыпался, потому что за его комнатой был шум. It sounded like the clank of metal. Это звучало, как звон металла. He got up at once, struck a match, and looked at the time. Он сразу проснулся, чиркнул спичкой и посмотрел на время. It was exactly one o'clock. Был ровно час. Mr. Otis was quite calm. Мистер Otis был довольно-таки спокоен. The strange noise continued, and with it he heard the sound of footsteps. Steps. Странный шум продолжался, и с ним он услышал звук шагов. He put on his slippers, took a small bottle out of his dressing case, and opened the door. Итак, он одел тапочки, взял маленькую бутылку из своего, как бы, ну, дорожной сумки, дорожного такого чемоданчика, и открыл дверь. Right in front of him, he saw an old man. Прямо перед ним он увидел старика. He looked terrible. Он выглядел ужасно. His eyes were red. Его глаза были красные. His hair was long and gray. Его волосы были длинными и серыми. His gloves were old-fashioned and dirty. Его одежда была немодной, то есть устаревшей и грязной. And there were handcuffs and rusty chains on his wrists and ankles. И на его запястьях и щиколотках, ну, в общем, были наручники и ржавые чепи. My dear sir, said Mr. Otis, those chains need oiling. Sir, сказал Mr. Otis. It's safe, надо смазать маслом. Here, take the small bottle of lubricant. Вот, возьмите эту бутылку масла или смазки. I will leave it here for you and I will give you more if you need it. Я оставлю ее здесь для вас и я вам дам больше, если вам будет нужно. With these words, the ambassador put the bottle down on the marble table and went back to bed, closing the door behind him. С этими словами посол положил бутылку на мраморный столик и пошел обратно, закрывая дверь за собой. Ммм, интересно. Итак, ребята, давайте перейдем с вами к третьему упражнению. Complete the sentences, explain the words in bold. Заполните предложение, объясните слова, выделенные жирным шрифтом. Ребята, а между тем, если мое видео вам помогает, не пожалейте, пожалуйста, лайка и подписки. Итак, давайте посмотрим, как нужно было это сделать. Итак, ребята. Mr. Otis was the American ambassador. То есть, Mr. Otis был американский посол. Mr. Otis bought a house. Mr. Otis купил дом. People said that Canterville Chase was haunted. Люди говорили, что Canterville Chase был наполнен привидениями. Mr. Otis woke up because he heard a noise. Mr. Otis проснулся, потому что услышал шум. Outside his bedroom, he saw the ghost of an old man in chains. За своей комнатой он увидел привидение старика в цепях. Mr. Otis gave the ghost some oil. Mr. Otis дал привидению масло. Итак, ребята, четвертое упражнение. What did the man Mr. Otis met look like? Как выглядел мужчина, которого встретил Mr. Otis? Draw a picture. Нарисуйте картинку. Но, ребята, мы с вами уже все обсудили, все в ваших руках. Пожалуйста, нарисуйте. Итак, и портфолио, speaking и project. Смотрите, пятое. Act out a short dialogue between Mr. Otis and Canterville Ghost. Разграйте короткий диалог между Mr. Otis и Canterville привидением. Ребята, ну, диалог у вас есть вот прям в тексте. И шестое портфолио. What do you think happened afterwards? In groups continue the story. Then listen and check. Что вы думаете случилось после? В группах продолжите историю, потом послушайте и проверьте. Ребята, на самом деле правильным ответом будет то, что привидение убежало в другую комнату, потому что оно чувствовало себя плохо, потому что не испугало мужчину. Я не знаю, по книжке это или нет, наверное, да. I ran away to another room because it didn't frighten the man. Итак, ребята, а на этом все, что касается данной части. И мы с вами переходим к последней части второго модуля. Это progress check. Итак, ребята, давайте с вами перейдем к части последней, progress check, модулю второго. И упражнение первое. Choose the odd one out. Выберите лишнее. Ребята, а между тем, напомню, что на моем сайте вы можете найти контрольные работы после каждого модуля. То есть они называются Spotlight, например, Spotlight 7, Test 2. То есть вы можете найти и в плейлистах, и просто забив в поиск. Итак, а теперь давайте попробуем выбрать лишнее. Scared, shocked, frightened, relieved. Конечно же, лишним будет relief, потому что scared – испуганный, в шоке – испуганный. И relief – это облегчение, облегченный. Далее. Следующее. Cape – uniform, pipe, hat. Плащ – форма, труба, шляпа. Ну, труба, да, это не одежда. Третье. Ordinary, typical, incredible, usual. Обычный, типичный, невероятный, обычный. Естественно, incredible выбираем. Incredible. Далее, ребята. Четвертое. Comedy, mystery, science fiction, novel. Выбираем, конечно же, novel. И далее mystery, drama, glance, myth. Ну, выбираем glance, взгляд. Итак, ребята, а теперь перейдем с вами ко второму упражнению. Fill in – заполните словами. Давайте посмотрим, попробуем. Итак, ребята, давайте попробуем. Tell a story. Рассказывайте историю. Use a magnifying glass. Используйте величительное стекло. Explore an area. Исследовать местность. Play a role. Играть роль. Create a character. Это создавать героя. Put criminals behind bars. Посадить криминал, какой-то там, я не знаю, преступника за решетку. Solve a crime. Раскрыть преступление. Smoke a pipe. Курить в трубку. Overcome an obstacle. Преодолеть препятствия. Wear a hat. Носить шляпу. Итак, ребята, а теперь перейдем к следующему третьему упражнению. Извините. What did John used to do when he was six? Write sentences. Что делал и не делал Джон, когда ему было 6 лет? Напишите предложение. И, ребята, смотрите. То есть, play football. Он не играл в футбол. Wake up early. Проспался рано. Да. Play computer games. Играл в компьютерные игры. Да. Go to the seaside. Ездил к морю. Да. Play with toys. Играл с игрушками. Да. Давайте посмотрим, как нужно было сделать правильно. Итак, ребята, давайте посмотрим, как нужно было сделать. Джон didn't used to play football. То есть, он не играл в футбол. Джон used to wake up early. Третье. Джон used to play computer games. Четвертое. Джон used to go to the seaside. И пятое. Джон didn't used to play with toy. Итак. То есть, ребята, множественное число. То есть, четвертое. Choose the correct words. Выберите правильное слово. Давайте с вами прочитаем предложение и попробуем это сделать. Первое. He waited in the airport until the plane arrived. Выбираем слово until. Он ждал в аэропорту, пока прибудет самолет. Второе. Мэри позвала маму, как только она пришла домой. А, позвонила, извините. Третье. He tried to find a good job after he graduated. Он пытался найти хорошую работу после того, как выпустился из института. Имеется в виду. Четвертое. She wasn't bad when the phone ran. Она спала, когда... Она была в кровати, когда позвонил телефон. И последнее, пятое. He watched TV after he had dinner. Он смотрел телевизор после того, как поужинал. Ребята, и перейдем с вами к пятому упражнению. Put the verbs in brackets into the past simple. Поставьте глаголы в скобочках в past simple. Итак, ребята. Первое. В прошедшем времени... Первое – это вопрос. Ганс не нашел инициалы на стене в пещере. И третье. Where did Captain Nemo travel? Куда путешествовал капитан Nemo? Итак, четвертое, ребята. Did he explore the cave? Он исследовал пещеру. No, he was afraid. Нет, он испугался. Пятое. When did he arrive? Когда он прибыл. An hour ago. Час назад. He brought Anne with him. Он привез Анну с собой. Итак, ребята. А теперь давайте перейдем к шестому упражнению. А между тем, обязательно подписывайтесь на мой канал, если он вам помогает. Ставьте лайки и колокольчики. И обязательно не пропускайте видео с разбором контрольных работ. Итак, write the past simple forms. Напишите формы past simple. Ребята, здесь все легко. Catch – caught. Ловить – поймал. Send – send. Посылать – послал. Find – found. Искать – нашел. Hide – hit. Прятать – спрятаться. Спрятался. Break – broke. Разбивать – разбил. Wake – woke. Просыпаться – проснулся. Decide – decided. Решать – решил. Hear – heard. Слушать – слышал. Leave – left. Уходить – ушел. Или оставлять – оставил. Put – put. Класть – положил. Итак, седьмое. Ребята, и последнее упражнение во втором модуле – это match the sentences with their responses. Соедините предложение 1-4 с их ответами. Итак, первое. What was that? Что было это? Ответ C. Don't worry. Не волнуйся. То есть, что это? Не волнуйся. Второе. I had quite a shock. У меня был шок. Ответ A. Really? Why? Действительно? Почему? Третье. Are you afraid? Ты боишься? Ответ D. Of course not. Конечно, нет. И четвертое. Wait. What's this? Подожди. Что это? Ответ B. It's a knife. Это нож. Итак, ребята. И последнее улыбочком. То есть, маленький анекдот английский. I've got an anonymous letter today. Сегодня я получил анонимное письмо. Но, ребята, я тут плохо вижу. Oh, really? Who was it from? Действительно? От кого? Английский юмор. Ребята, ну все. Мы с вами переходим к модулю третьему. Всем счастливо. Удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok